попробуем наказать кабанов или сразу гундулу купить на и начать плащник романта кстати еще блин тут их на самом деле много то есть если я их не пробью то придется брать рестарт наверное потому что он тут совсем будет плохо мужик пробьем нет сколько их там 61 в принципе я думаю все адекватно здесь должно поконтриться да сила выстрела оставляет желать лучшего конечно так куда улетим нормально вообще ах ты блин не получилось ну ладно не получилось не получилось обидно что недобитый кабан перебьет не всех единичек это реально обидно а мит не перебьет так вот так вот здесь придется улетать чтобы как-то отманивать побежал но уже да не получилось четко все сделать ну ладно тогда попробуем таким вот образом блин что если девятку ударил с этой стороны и с этой достает так так да нет еще рано говорить в каком-то там гг ну и проще давай попробуем вот так сделать а не поддался может быть может быть может быть завейтится что-то я не подумал вообще об этом тут уже будет плохо а ну тут кстати нормально еще а блин отлично здесь наверно придется потерпеть четко гоги грязь да тут поставишь выбора нету только так приходится их тут разбирать какие-то тут чудеса микро показывать в том месте где это как бы не сильно актуально так ну ладно пробьем еще сейчас немножко здесь наверно можно и гундулой уже пробить колха направим на разведку гундулкой посетим арену заодно параметры будем набивать это просто понимаю а блин что бабочек маловато взял ну ну да ладно вот же шок все стримы я же обещал постримить весь турнир вот значит будем стримить все игры хотя если честно народ все они не особо смотрит так 12 гнали и убили да конечно инферно против некра должно быть только без торгов только на равных но есть подозрение что этот расклад все равно мы будем играть вот так вот выйдем отлично здесь надо еще одного героя купить о нам это идеально подойдет нет ну надо конечно герой с разведкой первым делом взять так и избегать наверное куда-то сюда или все-таки по дороге пробежать или вот сюда куда-то пробежать что-то денег вообще нифига нет не дастки начнем по дороге наверно сундук не достаем к сожалению так абрахит достает до сундука тут сложно сказать у него 1560 у калха было 1630 он в принципе мог достать а есть тут а вот игнат кстати достанет игнат бодрячком у него нормальный мувов так тут наколенники так мы начнем игнатом побежим сюда так надо взять еще феечек взять немножко так так здесь у нас здесь мы не проходим к сожалению так давай еще брахильдом сбегаем последний раз на разведку посмотрим потому что скорее всего будет здесь рестарт врать вроде как бы нормально но играть нечем денег нет блоки одни кругом да что то ни туда ни сюда тут в принципе ну что то слишком жесть какая то есть здесь тоже тут все переблочено орками все таки нет все таки нет как ни печально было это о привет рейди ты тут собрался на снг вроде ехать в питер круто вроде как бы начало нормальное артефакт отбили герой есть но что вообще ни денег нету ни войска нету ни нычек нету нифига нет так вот Д и вот вот да вот Так, начинаем Кстати, вот если бы я в той раздаче подумал бы Получше И не стал бы гильдию магов покупать Первым ходом А Загрейдил бы гогов Если бы нашел ртуть В принципе, кабаны бы вообще разлетелись там легко Резард предлагает гитару привезти Записывать Заплывать Да понятное дело О, нычка эфритов близко Прямо у замка Ребят, что делать? Надо брать И конца под замком И нычка, и фризер Блин, расклад просто шикарный Есть только маленькая такая проблемка Маленькая, прям вообще небольшая Прям совсем небольшая А так вообще шикарный расклад Играй не хочу И артефакт халявный И конца, и нычка Вот, к сожалению Что, стрим упал, что ли? Да ладно? Вроде дропов нет Все нормально со стримом Что-то этот смайлик Я думаю, если бы в стрим упал Было бы больше таких смайлов Да почему техре Не техре Технически Это был бы Если У меня бы не было Больше рестартов своих А когда Свои рестарты есть Тогда Они тратятся Все норм Ну да, хорошо А, про ситуацию на респе Ну про ситуацию на респе Там больше Смайлик пассис подходит Хотя, в принципе Этот расклад Меня не должен удивлять В принципе Рэдди на стриме Поэтому Рэдди на стриме У меня, кстати У меня, кстати Был тоже такой Смайлик Пассис Потому что Я в каком-то конкурсе У Хэла Выиграл Эту раздачу Ну Этот Подписку Привет всем Кто подходит Спасибо Адмирал Тут уже Удачу нам принес В раздаче Поэтому Все норм Да уж Кстати А Рэдди То был На позапрошлом СНГ Он же был В Минске Мы там с ним Играли Даже в последнем Туре В этот раз Может быть Тоже Сыграем Анархию Да Рэдди Изи Оп Диман Привет Мне кажется Знаешь Адмиралу Можно бизнес Открывать Типа Ну Предложение Делаешь Одному Из участников Матчей Типа Хочешь Я говорю Захожу На стрим Соперника И ты Выигрываешь Автоматически То есть Как бы Сто долларов Окей Все Изи Мани По моему Халявное Бабло Все такое Почему нет Титанов А есть Они будут Где-то Здесь В Унычки Титанов И Архангелов Титаново 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 Ну, если ставка на майч хотя бы больше 200, ну, понятное дело. Или 10% отката, вот как предлагают. Все вообще нормально. Мне кажется, выгодно. Я думаю, забился с Гомунгулсом на ставку. Все против тебя поставили. Делаешь небольшой откат Рэдди. И все, и изи мани. Субтитры сделал DimaTorzok. Я думаю, откуда у нас минский магазин. О, оппонент берет рестарт. Зато этим рестартом, можно сказать, он себе сделал честное имя, что стрим он точно не смотрит. Блин. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь он, да, может спокойно смотреть стрим. И, в крайнем случае, у него всегда будет железная отмазка. Да? Типа все, как бы ты че, если бы я смотрел стрим, я бы тут раз взял рестарт. Ну, че, ребят. Ни за что. Ну, а вдруг бы он такой не взял рестарт, там, слился. Рестарт не взял, а потом... А мне так, хоп, заходит Салмир. Я пробиваю цепной молнией два раза, причем, как сегодня. Не, ну, там не получится, конечно. Так, тут уже расклад. Гоги не построены, мало пришло. Ну, в принципе, никак мало, стандартно. О, нычка титанов. Отлично. Ух ты, что-то прям какая-то халява. Так. Рэди, скажи, пожалуйста, сколько стоят твои услуги? Ты че-то как-то, это... Мне уже играть не хочется. Так. Тут у нас блок. Ну, как блок? Ну, даже непонятно тут, сколько их может быть. О, Риланд, дипломатия, все как надо. Вот до полторы тысячи всего. Ну, ладно, это не так критично. Вот сюда надо проверить, что здесь находится. Fire Magic. Magic. Пусто. Ну, давай попробуем пробить хоббитов. Гремлинов там толку от них нет. Так, ладно. Проверим сразу. Будем играть ЙОЛу. О, заноси. Заноси. Изи катка. Так. Как правило. Блин, собаку затыкали Больше, я надеюсь, никого не затыкают Ох, с удачкой-то Как хорошо-то Так Так, ну Ммм, неплохо сыграно А, нычка дьяволов, тут тоже простейшая охрана какая-то Ну, такое, давай-ка еще пробежимся одним героем А, героев-то и нет, что пробежаться Ну, все понятно, мы в говне Или башки-то хорошие воины Не все, наверное, знают Ту замечательную историю Про 50 титанов Которых я вытащил С рефьюги Так, у нас по одному ресту осталось По два взяли Что я не понимаю, чему там Плохого там раздаёт Что он В следующий сезон уже не интересно смотреть Так, 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 так Ну, это уже кое-что Копейщики, хорошо Не феечки, конечно Я уже начинаю задумываться о том Что первая раздача была вообще шоколадной Гошанчик Такая прохладная тема Смотреть Когда играешь против некра Кто же там у него в таверне придёт Может быть, какой-то лучший герой зайдёт Какой тут, может быть, лучший герой Кроме как Гошан Ну, кстати, я вообще не понимаю Вот почему На джибе разрешили Гошана убирать Что, вот на всех шаблонах нельзя А вот тут, типа, можно Здесь Гошан, типа, не решает Вообще никак То есть Некр так на одне А с Гошаном так будет, типа, в серединке Ну, вообще, лол такой Гоу запретил На самом деле, я уже давно говорю о том Чтобы на джибе некру все так же запретить Гошана Ну, потому что, чтобы, во-первых, правила были одинаковые для всех шаблон Ну, это, опять же, плюс А, во-вторых, ну, некр От того, что у него не будет Гошана Он, как бы, не будет явным топ-1 Но будет где-то в середине Ну, к примеру Ну, что такого-то Ну, без Гошана тоже за некра можно вполне нормально играть Хотя, я не знаю Я не так много джебов играл, чтобы оценить Насколько без Гошана некр может вообще конкурировать Мне кажется, он сильно потеряет Слабее Касла и данжа станет 100% Ну, мое скромное, нубское мнение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, что у нас здесь? Ну, золото есть Какие-то свитки тоже Тут даже не знаю Может быть, где-то ртуть найти Гогов Загрейдить сразу сходу Ну, вообще, конечно, по стандарту здесь, наверное, демоны пойдут Либо гильдия Он точно в топ-4, топ-5 Но я тоже так думал Потому что, ну, нимба, конечно То есть, там, во-первых, и скелеты со стартом Много и скелетом Плюс один скорость еще А еще и скелеты халявные Если там всяких тюрем То это вообще жесть Насколько хорошо Клавиус там будет справляться на джебе Не знаю Так, всем привет Кто подтягивается Впервые смотрю в прямом эфире Дертиплеер Удачи в игре Спасибо, на добром слое Можешь нажать подписаться Точнее, follow И будешь видеть, когда Идут мои стримы Они не так часто идут Но Ну, бывает А как же шакти? Шакти, конечно, тоже имба Немножко Но Тут между шакти и галтраном Вся большая разница Что троглодиты из воздуха не делаются То есть, если в случае с Гошаном Скелеты делаются Через некромантию Через преобразователь То есть, как-то это все увеличивается То есть, их может быть на первой неделе Штук 300 На джебе Вообще элементарно То есть, тут 300 троглодитов Только если с Пандоры Ну, Пандору тут никак не запретишь Тут в Пандоре может быть Вообще все, что угодно Привет Спасибо Спасибо, ребят Кто Кому нравится Ну, мой ввод записанный 6 лет назад, конечно Это был, наверное, один из первых Вообще вводов по героям Там еще тогда не было HD-мода Там играли только одну СМ Я что-то там записывал Какое-то видео там объяснял По нему, кстати, многие И по этому видео Многие папашечки учились катать Хотя, ну, конечно, сейчас уже Вообще потеряла Всякую актуальность Так, что там Только Гашан светится Ну, видимо, он уже Его вывел из замка Поэтому Другого никого Мы там не увидим Ну, хорошая армия Ему пришла Лишь бы еще Шактии там дополнительно Не было Какого-то Не, ну, видео мотороллера Это вообще Седевр Что уж Кто не научился Играть по моим видео Есть видео мотороллера Это вообще Тема Ой О, рестарт Так, опять Ну, здесь я, как бы Ничего не могу сделать Значит, он остался Без рестартов Сейчас Главное, чтобы Поймать норм расклад И Красненьким цветом Потащить каточку Кстати, ребята Не знаю На ГГ идет Стрим Нормально То есть Я знаю, что Там были проблемы Какие-то С ГГ Я так Опа Крашлок Ну, ок Антох, привет Привет, спасибо Все норм Отлично Я предлагаю Сделать наш расклад Еще более Шоколадный Взяв бонусом Золото Поскольку Рэди смотрит Стрим Нам из артефактов Будут падать Только всякие Статуэтки И прочий Хлам И амулеты Гробовщика И ТД И ТП Да ХитР-СтритВ Там идет С Твича идет Ретрансляция Тут Да Разговоров нет Так Блоку замка Я думаю Пока мы Повременим Ууу Брон он добрый вечер так кем будем пробивать так ну может быть даже броном пробьем у него 6 скорость у крокодилов на 6 мало хотя наверно калхом бомбить потому чтобы наши гоги стреляли вперед это тоже очень важно будет я думаю без гогов мы нет смысла наверно туда лезть крокодильчиков мы так возьмем ну кстати василийские вообще вообще шикарно помогут так тут надо тащить срочно гнолей ну гнолей оставим пусть в них стреляют или бесов взять то что гноле они могут не стрелять а вот в бесов могут и пострелять так сделаем не у бесов лишь бы они в гогов стрелять не носили пятая скорости василиски не в жизни никогда не дойдут человек брать то ладно ок поехали о ни в коем случае так здесь пока на уголочек припаркуемся здесь золото ну по золоту норм уже хорошо кентаврик оставим пока давай давай сначала запустим первым делом запустим брона проверим что здесь золото пособираем ходим только по бездорожью как настоящие папашки так здесь у нас нычка гогов хороший вариант квестовый какой-то арт экспо арт так надо сначала проверить еще герой купим мальком кентавра мы себе оставим на всякий случай здесь но у него опять же полторашка конечно этого а плотовские герои темы плохи что так нычка гогов за легкой охраной халявная я даже сказал не побоюсь этого слова у гульнар приветствую так пробежимся или пробежаться налево фионой а гульнаром пробежаться вверх наверно так нет надо наверно пробежаться человек денег так а деньги то есть у и денег то вообще нормально еще какие герои у нас есть вот этого героя купим лобета еще лучше еще блин здесь не здесь можно пройти можно хорошо тоже кстати нормально по деньгам стоим что он сообщить здесь кроме денег есть в этом раскладе давайте с этого начнем есть конечно василиски есть гунар куда мы его засунем гунара брать тоже к ошибка нечего можно гунара по повышал очкам отправить например купить ему какие-нибудь два знания чтобы у него было больше маны можно отправить его сюда гунара мне тоже идея нравится но с другой стороны куда его пока я чего отправлять пока они нас непонятно вообще чему здесь будем делать на этом раскладе то есть пока тогда мы пойдем вот так и пробьем этих пацанов то конечно не таким вот образом а собаку кстати надо было гульнара выделить так немножко мы перестановочку сделаем парни не так вот 2 вероятность того что я залью здесь больше стремится девяти тысячам процентов 24 да зато лучше подрались так лобетто купим лечение здесь непонятно но это пока не важно опа у нас денег нет что ли на гунара это прискорбно теперь есть так ну ладно пойдем гунаром пока вот повышал очки за чекнем может быть сундучок еще на опыт подъехать съедим хоть раздача конечно не огонь но мы все равно будем играть по многим причинам так давайте пока чатик это правда что брона со старта нвц добавили ему типа лизарда где-то ошиблись да там какая-то ошибка в коде то есть у него приходит количество василисков равное количество лизардов то есть 4-7 василисков может прийти так гульнара на големов ну блин на големов как-то ему пока ну да я направлю на големов значит пока не хочу сколько их там непонятно их там может быть сотка их там бегать гонять что-то мне тоже неохота стартовый стартовый разгон героев приносимые юнитами определяется или как вообще стартовый разгон героя определяется колить скоростью самого медленного юнита который у него в армии то есть вот у нас допустим армия из всех юнитов смотрим у кого самая медленная скорость это ГОК-4 то есть исходя из этого рассчитывается его скорость перезвижения на следующий день исключение составляет первый день когда герой приход только приходит то есть вот пришел терек например да здесь показано что он с одним этим гоблином но изначально у него подразумевается какая-то стартовая армия у него он может быть с орками а может быть и без то есть и вот непонятно то есть он с четвертым разгоном приходит или все-таки не с четвертым все-таки с пятым с гоблином вот соответственно вся и прелесть я и когда мы покупаем героев из-за плота хоть они на одном кентаврии кажется что они должны быть быстрыми но они в стартовой армии у них их большой вероятностью будут гномы и поэтому ну скорость на выходе из замка у них получается не очень но это все справедливо только для дня когда ты покупаешь героя которого не было видно сейчас то есть вот рион и терек у них сейчас будет корректно отображаться а следующий за ним герой опять так же будет непонятно ну надеюсь популярно понятно объяснил может быть так целоту где скачать что бы играть на сайте хирос 3 тв хирос 3 . тв есть раздел download но скачать то есть там можно скачать версию героев обновить ее до последнего он сам предложит и все можно играть просто сот или ход от сот чтобы играть гульнаром дуфили в казани скачать точно так чтобы по локалке играть да по локалке не принято по локалке можно играть спокойно то есть скачал и играешь то есть по сети по интернету но там надо еще заморочиться либо через симвивер либо через хамачи да там у тварины качественное обучение записано поэтому можно посмотреть его там все рассказаны полезные ссылки и все и как начать играть так же можно на форуме хирос волт тоже есть много интересного хоть прикольно получилось за замком сгенерился вулканчик и теперь как будто из замка дым идет прикольно тут естественно ракалка вперед пропущу посмотрю есть ли смысл армию тащить за ним можно было конечно гульнаром на големов напасть но я что-то вариант исключил пока так сколько у нее там ну принципе они там тоже он не покажет ничего кроме гашана давай големами прокачаем но если честно но пока не хочу пока я разведаю но видишь них не охота в случае косяка тут брать какой-то последний рестарт из-за этого там еще грейшен и стек может быть все дела и непонятно вообще их сколько я не могу может их там 99 тоже непонятно у меня нету каких-то быстрых юнитов летающих которые я могу там бабочек которых я могу контролить ими понятное дело что это не бьются но опять же с какой попытки там какой рельеф будет то есть то так такое но с другой стороны конечно можно было начать типа типа пофиг на поле если что взяли рестарт но хорошая генерация inferno на джебе это не такая частая вещь чтобы еще как-то пытаться будь бы у нас три рестарта я думаю я бы напал ну песики понимаешь они не летают они вокруг рельефа не обойдут а вот пикси да была ну ну тоже такое дело можно было можно было согласен так на на данном рельефе штрафы неродных войск примерно снеге баллов кстати довольно часто слышал от новичков вопрос что якобы на лаве штраф ну почему-то они думают на лаве как на траве и на грязи штрафа не предусмотрено для неродных войск в этом кстати плюс если тут еще был штраф как на снегу то вообще это было просто гиблое дело неферно был бы еще хуже башни патронов бы хватило на все галлеев но конечно тоже вопрос то есть если их ровно 50 это одна битва если их 99 другая битва а потому что они охраняют квест варке я даже примерно не могу сказать сколько их здесь будет то есть что за этот квест дают тоже непонятно что-то какая-то жесть пандорка сейчас мы пройдем сюда 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 пособираем денег может быть дьяволов построим как в прошлой игре план какой не конца не улик в демонит не вариант план простой план у нас сейчас первое первым делом идет разведка то есть да на первый день мы ничего не увидели но не всегда на первый день прям все так ложится у у нас пока 7 героев пока все нормально но тут сложно сказать мы пока идем в разведку во все направления исходя из этого будем планировать пока собираем деньги качаем гульнара то есть пока план такой его и другого быть не может то есть мы найдем какую то может быть нынчику может быть имеет смысл сейчас будет это лабету начать качать потому что вообще конечно надо сначала начать гунара чтобы может ему землю но ему земли землю конечно бы поймать было вообще шоколадно но пока плана нету пока план стандартный то есть разведка сбор ресурсов отстройка пока что до планировать изначально сложно не видя конкретно перспектив игровых деньги есть но и вещь и последний рестарт тратить на такую раздачу я тоже не имею права потому что как мы видели в предыдущим генерациям сдает еще и и не такое за все за все кстати генерации что мы генерили я концу увидел только один раз когда блок перед замком стоял все рест у нас судя по всему такой не 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 маленький дороги средние это нам позволит не торопиться находим кс в могиле и тащим я бы лучше предпочел книгу огня в могиле найти кстати недавно начал вникать в соревновательный аспект герой флит 8 назад был на хв за реган там вроде админ был вдв форевер сейчас я не видел сейчас его не виден или что с ним а судя потому что ты знаешь такого персонажа к вдв форевер ты действительно там был за реган а сейчас на хв он нет вдв форевер потом увлекся тем что он продвигал версию героев хмм1 именно первую первые герои потом он открыл какой-то свой сайт чётан хэндбук хмм1 что такое он назывался с я ничего не путаю и вот в основном может там какие-то турниры проводит по первым версиям героя но первая версия героя настолько прохладная тема что целевая аудитория этого проекта сам понимаешь какая поэтому не знаю нравится человеку первые герои от вторых третьих он давно уже отошел давно но не соврать бы лет пять как точно но аудитория я думаю что гламотные драконы ну типа того Интересно, кто у нас на ГО и где ГО? Я думаю, что ГО где-то здесь должно быть Но у нас еще не видно Третьей дороги в третью деревню То есть где-то, возможно, развилка Если повезет, деревня рядом с ГО Тоже нас этот вариант устроит Лобети Магическую стрелу бы Чтобы она сейчас могла замок захватить Тоже нам пригодится такая хрень Так, что у нас с герой зашел? А, ну где он Терекс, точно Здесь Гошан, все так же Вот я еще помню Магнуса Та самая, никого не нашел Не та самая, а та которая Но она тоже сейчас не играет Вышла замуж И живет счастливо Ну много кто Из тех людей Кто стоял у истоков ХВ Сейчас Не инактив Так, ладно, поехали О, отлично Нычку Гогов можно взять Это просто шикарно Голдмайн О, самое лакомое место Это оказывается здесь Так, давай к Халхам Сначала пробежимся Вот так Ну тут в принципе Пробежались мы Недолго Блэс Слушай, какое ГО, а Ребят Ну просто халява подъехала Рэдди Я думаю Может быть тебе стоит все таки Так, тут конца похоже, да До конца И гуна прям к консе идет, ребят Прям Вы чувствуете Какой скилл Ладно, проверим другими героями пока Территорию Так Здесь можно взять Нельзя Здесь у нас Защита от огня Улей То есть вот уже примерно Планчик вырисовывается Так, Фиона на разведку Ртуть надо взять обязательно Нычка собак Нычка питов Питов, кстати, не так много Мало охраняют Так, раз Два Остается только стрелы найти Из ангельских перьев Улик 3 Так, проедем сюда Тут блок какой-то Полублок Тут должна найти где-то это Замок Так Вероятность того, что до конца Минимально Овер 9000 Я бы так примерно оценил Эту вероятность Демонюги Я думаю, что лучше сделать На големов напасть Не хоть Не лучший вариант В концу чекнуть Как-то тоже долго Нычку Арков взять Здесь вроде нет прохода Никакого А как сюда попасть У нас тут Раз, два, три Улья Пока мы нашли Ну у нас собаки есть Можно кстати собак Отстроить Питов Желательно бы взять Я думаю Грифов не так здесь много Здесь тоже что-то еще Блестит Надо разведать Так Ну в любом случае Повезем назад Это все Шилд Я думаю Мы подождем Наверное Эфритов Эфритов Ждать два дня Или вариант Такой Пробежаться Гунаром До сюда И разбиться В конце Тем самым Ее чекнув И перебросив Гунара Уже куда-то В другое место В принципе Пока деньги Позволяют Это делать Такие маневры Так Пока сложно Что-то сказать Так Какой рест Уже нет рестов Степ Привет Сейчас я тут Немножко Это Ход доделаю И Пообщаемся Ну давай так Сделаем Ладно Или можно Кстати Отправить Героя Вот сюда Тоже Заниматься Собирательством Какой-то Разведкой Опять же Больше Разведывать Негде И Да и Незачем Давай Ладно Пройдем Гунаром Так Возьмем Сундук На Экспу Да Экспы Тут у нас Прям Хоть Отбавляй Ну да Придется Все-таки Големов Бить Сейчас Здесь Мы Пойдем Сюда Так Еще Улик Нашли Конца Оказалось Непонятное Ну давай Тогда Разобьемся Я конечно Понимаю Что Амилу Не одобрит Такого Хода Но тем не менее Здесь Надо тогда Героя Отправить На Разбивку На Разведку В смысле Жаль что Реона С палаткой Про этого Ли Ну Да Ладно И Если смысл книгу Сейчас ждать Следующим ходом Я думаю Пока Подождем Так Давайте Ладно По героям У нас конечно Больше Там Что-то Видимо Тоже Не особо По деньгам Сдало Да вроде Гонор Эксперт Тактики Для Гауизи Пробьется Ну В принципе Надо Либо масло Эксперт Тактика Масло Или Ускорение И Пробьем Тем более У нас есть Ангелы Четыре Ангела Тоже Не помешают Абсолютно Как-то Надо Это все Видишь Как-то Это надо Все Взять Какой план Взять Оконцы Ну План Взять Оконцы Очень простой Качаем Лобити Масло Берем Кунцу Качаем Гунара Качаем Гунара Пробиваем Гунара Тут Плюс Параллельно Отстраиваем Ну Может Питов Но Я хотел Еще Не таю Надежд Найти Какую-то Все-таки Более-менее Адекватную Нычку Например Эфритов Так За кого Посоветую Начать Играть Новичку Кроме Рампы И касла Данж Хорош Некр Опять же Тоже Никогда Плох Не бывает Так Так Планетно Уже Улик, которые орки охраняют. Сейчас качнем. Плюс эфриты. Улик наш. Ну, в принципе, норм идея. Еще вот здесь вот улик есть. Я думаю, только сейчас вопрос в том, пробью големов на изичах или не пробью. Ну, по идее, 30 с лишним гогов должны. Стоит гогов грейдить, я думаю, что это не в темп, потому что нам нужны эфриты. Нужно будет строить собак для улья, да. Улик за големами тоже пойдет, я думаю, на первой неделе. Тут главное, чтобы за первый улик зацепиться, чтобы он хотя бы был адекватного размера. Ну, у нас есть крокодилы, у нас есть гноли. Затерпим. Сейчас еще кого-то отсюда выкупим, может быть, нормального. Музыку неплохо было бы. А по поводу музыки я уже писал. Тут не всем музыка нравится. Я особо музыку не слушаю, ну, как-то не играю с музыкой. А людям не особо как-то. Кому-то нравится одна музыка, кому-то нравится другая музыка. Поэтому я как-то... Ну, не это, не сторонник музыки. Поэтому тут уж сори. Степка сладыш-то знает. Хотя, если рейди на стриме, тут, в принципе, тут, кроме как каких-нибудь вводных элементалей, тут я ничего не вытащу. Поставь музыку только из игры. А она так и стоит из игры, музыка. Слышно, не слышно? Разве? Вот стоит музыка. Чародея в соточка. Но, в принципе, чародеи-то на самом деле они такие. Это не циклопы. У них 30 хп всего. И они там быстренько разлетятся. Проблема в том, чтобы они какой-нибудь баф не повесили. Нет, не слышно музыки. Серьезно, ребят, не слышно? Так. Так, ну а так должно быть слышно. Вот. Давайте, ребят, гадайте, что в лагере. Тот, кто угадает, закажет, закажет песенку. Проходит Любимчиков за инферно на аджебе. Да, на самом деле тут вот все так удивляются. А вот против Некрополиса на какой шаблон вы бы мне предложили? Серьезно. Ну, допустим, ладно. Ну, не джебус. А какой? Вот. Я... Пока еще не нарисовали шаблон, на котором инферно сильнее Некрополиса. О, привет, Виталия. XL+, ну, ты думаешь, на XL+, комфортно играть против Некро? Особенно, если ты начал в подземке за инферно, я что-то сомневаюсь. Тем более, он XL+, первый вычеркнул. Одна Гидра, водные лемы, Reddit знает, о чем говорит. Черные рыцари варианты есть, черный дракон, прям... Фейки будут. Три дендроида. Грейт-Единороги. Грейт-Единороги. Крестьяне же ж... Вот это вообще отличные воины. Орки. Против Некро шаблон монстры супер или отсутствует. Ну, а назови такой шаблон. Вот у нас пулт шаблонов есть, любимчики. Есть шаблон Баланс, Скирмиш 200%, есть Эсэмка, есть 3XL шаблона, Мини-Ностальгия, Джебус и Даймонд. Может, что-то пропустил еще, но суть в том, что вот эти базовые шаблоны Крестьяне выдают бесплатно. Там нет, даже крестьян приходится покупать. Фигня. Ну, а кстати, на самом деле крестьян выдается-то здесь нормально, если за Некрополис крестьян найти, там, не самый худший вариант, я считаю. Мини-Ностальгия норм. Но у него в конце был выбор между Джебом и Мини-Ностальгий. Он выбрал Джеб играть. Ну, что делать? Там тролли. Ну, это тролли тоже норм. Худший вариант был в оригинальном соте, когда на первой неделе все монстры, любые монстры заменялись копейщиками. И причем количество копейщиков было равно количеству монстров, которые должны были прийти. Вот, например, должны были прийти эфриты в количестве двух штук, а появлялись копейщики в количестве двух штук. Вот это были худшие варианты. Сейчас, в принципе, ну, я не знаю, мне, наверное, тут самый плохой вариант здесь будет, видимо, какие-то, может быть, зомби или прочая такая вот, какая-то нежить неприятная. поэтому тут такое. Кстати, как пройти тут еще к этому улью? Я вот что-то пока не представляю. Либо это вот так вот в обход есть большой респ, либо это соседний респ инферно. То есть, тоже второй респ инферно. Пока непонятно. Так, по героям у нас все больше героев. минусы будут. посмотрим, посмотрим, ребят, осталось всего один ход. Единственный вопрос, который меня сейчас мучает, это ждать ли мне эфритов для нападения на големов? Вот это единственный вопрос. А так? Конечно, Гоги без стрельбы, без плюс один скорость от Калха, вот Калхам бы изи бы можно было их нагибать. А чего? Снова в Краиле не пишет. Дим, привет, давай без этого здесь обойдемся. Так, мой ход. Так. Пройдемся сначала папскими героями. Жажда крови. Еще улики. Вот куда? Вот это, вот это вариант нам вообще идеально подойдет. Так. О, и сразу в топочку ворвемся. Так. еще улья. Еще улья. Так, тут еще у топа, что ли? пройдем в центр, подсветим. Подсветили. Хороший, полезный артефакт ввиду отсутствия чего-то другого. Так, здесь тут же пока ничего нету, но улья в показнат накидала. тут надо немножечко как-то это значит, таково берем. Кстати, может быть, здесь заклинание, надо кстати, вот эту штучку проверить, может быть, здесь заклинание будет забывчивости. Тогда будет смысл, если так сложится, что мы можем воду взять под ГО. И тогда вообще изи. Тут вопрос сейчас такой, как лучше не сыграть? Например, вот так, или все-таки этим пробить и потом вытащить назад? Наверное, все-таки мы так сделаем, оставим его здесь, а броном пойдем пробиваться. О, какой свиток шикарный, Рэдди. Проверяем. ой, блин, что я делаю, какой-то бред. объем нечего страшного. Это тоже неактуально. Ох, терпят каковильчики под броном. Так, лизарды! Мы возьмем лизардов на всякий случай. А тут проход есть, кстати. Неверда покупаем. Тут вопрос, кто мне больше пригодится? Питы, например, в битве с големами, да? или же все-таки книга какая-то? Или, допустим, пойти туда бесов взять? Такой вопросик сложный, конечно. Ладно, я верю, что мы как-нибудь их размикрим, этих големов. У нас вроде войска норм. Здесь воздух, обзор воздуха. феечку, кстати, мы так и не оставили, как планировали. Опять, о, нычка дьяволов. Так, нам это подходит. Я пока-то не уверен, как лучше сделать, бить их сейчас или не бить големов. ничто не угадал. Так, ну как их бить, этих големов? Может, у меня выстрелов вообще на них не хватит? или не бить големов, а пойти бить кулик сразу? Ну, что, гора, что мы големов, что ли, не размикрим? с такими-то, с полами. Так, гемонов скупим. Грейдануть гогов. Нет, нельзя грейдануть гогов, потому что это не... Ну, это минус день. 12 все выстрелов. Да, ну, не хватит выстрелов, конечно. Даже если я выстрелом буду по 4 голема убивать. 12 на 4, 48. единичек побольше, так смешно, побольше, как будто их можно 10 штук взять, единичек. Или вот сюда их направить, гунара, например, на улей. Сюда вот направить их, на орка. Давай все-таки, наверное, с ульев начнем. Или с нычки питов. вариант такой. Ну, нычка питов тоже как-то как все сложно. не буду бить големов. Сыграем просто аккуратней. Мне, кстати, нужно сейчас где-то еще золота найти дофига, чтобы построить эфритов и выкупить их. давай возьмем наверно. Ну, сейчас два улика возьмем, там уже видно будет. Все понятно. 0 лет лиспп. Тут нам умер качнемся немного. Скелет нам умер. Попадем сюда. Все, ладно. Ладно, не стал я бить големов, ну, потому что ситуация, мой соперник, во-первых, у него тоже не самый лучший расклад, у него тоже 8 героев нет. То есть, возможно, там раздало не очень хорошо. И рисковать каткой ради какого-то там дня темпа. решил, короче, сыграть аккуратно. И сейчас еще, кстати, надо будет как-то героя купить, наверное, потому что до Гунара-то не добежать. А если улик будет 50-99, что с ним делать? Тоже такое. Не стоит. Сдача шикарная. Сдача, на самом деле, ну, не сказал бы, что прям шикарная, огненная, но тем не менее, если мод аккуратненько, не спеша, соберем раз-два-три-четыре-пять, шесть, ну, пока пять ульев и к концу максималку, то, я думаю, мы можем рассчитывать на успех в этой партии, если оппоненту там, конечно, не накидает. Есть планы на первой неделе на Дьявола внешнюю или замок. В принципе, если деньги позволят, то да. Пока я не могу сказать, что деньги прям вау позволяют. Прям вау жиром тут все заплыло. Возьмем денег здесь, Фиону подготовим. Фиона будет здесь стоять для вот этого уля, где-то здесь с собаками, этот туда убежит, Лабетта прямо, может там деревенька, этот сюда, хотя этого можно и вернуть, чтобы нам где-то было ускоряться. Кавалеристов мы пока бить не можем, потому что тяжеловато. То есть, после орков пойдем сюда, а орков там, кстати, тоже немало, начнем с этого. Орков там минимум 40. Скажи, как ты джеб за инферно начеркал, но а какие варианты черкал, я не понимаю. Тут надо же думать, что черкать. какой другой шаблон мне будет лучше в этой паре инферно и некрополис. Не знаю. Оппонент пока не покрасил замок, у него меньше героев, возможно, там действительно по деньгам все не особо, но некру деньги не так критичны, как, допустим, выход 127. слушай, выход, я надеюсь, что где-то произойдет 124, вот, вот на этот где-то срок. Пока еще ничего не понятно, но я ориентируюсь на этот день, там может плюс-минус. Во-первых, потому что дороги средние, это не, это большая разница средней дороги и быстрой дороги, ну, а во-вторых, все-таки замок не располагает к супер-темповой игре, приходится здесь как-то, конечно же, надо еще и чтобы герой был хорошо прокачан. Пацаны, я куда дел самых главных полюсератов стримов по героям 3, Псайча, он же чудище. Ну, Псих 7, решил бросить героев, решил заняться в реале чем-то, какими-то делами, которые не позволяли ему тратить время на герои. Дороги, средний джеб, только быстрый. Джеб, по правилам играются и быстрые, и средние. будет интересно смотреть, непонятно, много объясняешь кучу времени. Я смотрю стримы, все больше делать, мало говорит. Спасибо. пожалуйста, рад, что нравится. Привет, Антоха. В идеале, в идеале мини-носто или даймонд в такой паре с более слабым опом еще можно на XL+. Ну, смотри, он вычеркнул все XL-ки, я вычеркнул все балансы. То есть, осталось мини-носто, даймонд, джебус, ну, он выбрал джебус. Здесь можно было и джебус убрать, но... Даймонд тоже, кстати, еще та тема за Инферно. О, Антоха, скажи, сколько здесь големов ты бы оценил на взгляд за квестовый арт? Так, чисто, чисто на глазок. Я что-то не стал на них нападать простыми гогами негрейжинами. Без эфритов тем более. Ну да, скажи максимум, сколько может быть, потому что тут понятное дело, что квестовый арт может быть как и стрёмный, так и топовый. 60, ты думаешь, на изи там их раскатать? А ты посчитай, сколько гоги будут убивать за выстрел. Ну так вот, прикинь, на изи. Это же не гранд-эльфы, это всё-таки гоги. Обычные, негрейжинные. То есть, они будут выстрелом убивать, ну, 4 голема гоги на прямой стреле. То есть, 12 выстрелов умножаем на 4 голема, получаем 48 големов мы убьём. Только выстрелами. Да, конечно, можно там стэки подрявнивать, как-то контролить. Но если, допустим, их там 100, этих големов, что тоже я не исключаю такой вариант из-за того, что квестовые арты могут быть просто самые различные по вэлью. Может быть, там арт на 5 дьяволов. И что я буду делать? Поэтому, ну, хрен его знает. Можно было, конечно, калькулятор покопаться, но всё это заморочки. Я считаю, что этот риск того не стоит. Доберутся они легко побегать, придётся. а вот смотри, ну, к примеру, да, пока их много, 7 стэков, они идут, яички перебьют как-нибудь. То есть, выстрелы кончатся, и что потом бегать? Кем? Я понял, если бы я, допустим, был дьявол, там, без ответки, я бы мог там покромсать. Плюс таймер ещё на это всё потребуется. Ну, не знаю, стоит оно того. Ради 1800 экспы? Ребят, ну, ну, так подумайте, 1800 экспы 2000, это оно стоит того? Ну, мне кажется, что нет. Ну, да, артефакт нам пригодится, да, я не спорю, но... Ну, я и не спорю, что маловероятно, но... вот ради того, чтобы получить там полторы 2000 опыта, мне вот это вот зачем? Я понимаю, если бы я, допустим, играл бы против Helllight, да, и надо бы, я понимал, что там будут жёстко темповать, и мне надо было тут как-то тоже догонять. я мог бы и на 1-1 на них напасть. ходить. ходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там героев меньше, замок тоже один, поэтому я понимал, что там были параметры какие-нибудь, Гошан светил хорошие, армию большую, но в такой ситуации, не знаю, может я не прав, может быть я неправильно бой оцениваю. Вот были бы грейжные Гоги, там с 24 выстрелами, там бы все по-другому было, конечно, там и сплэш, там и выстрелов больше, ну и скорость больше, соответственно, то есть опять же третья скорость у Големов, пятая будет у Гогов на Гунаре. Как-то тоже побегать не самое приятное удовольствие. Почему пишут, что ты актив? Ну а что, должно писать, что я пассив, что ли? Или должно писать сладыш? Так, поехали. А героев он купил 8, молодец. Так, ящик Пандоры. Ух ты, кстати, ящик Пандоры интересный. Ну как интересный? Ну а каких-нибудь Гогов могут насыпать? Серьезно? Хочу халявный... А, нет, я думал, халявный артефакт. Такой. Думал, вообще, такое возможно. Опа. Опа. Опа-на. Опа-опа-опа-на. Это мы удачно зашли. Я бы даже сказал, прям крайне удачно. Единственное у меня теперь вопрос. А где вторая деревня? То есть, скорее всего, она где-то наверху. Вот здесь вот мы пройдем, туда ее возьмем. Если возьмем. Вторая нычка Гогов. Тоже хорошо. О! У него лучше Блэк Найта есть. Зато у него не так много золота. И других ресурсов. И других ресурсов. Так. Вот этим пацаном куда-то надо пробежать. Вот сюда, наверное, лучше всего будет. Золото можно взять, но золото не знаю, как мне пригодится здесь. Мне лучше, конечно, подразведать. Хотя, опять же, здесь Брон пойдет разведывать. Такое дело. Еще, кстати, кого-то нужно, надо будет, наверное, уволить. А, кстати, вот и вся проблема решена. Увольнять мы никого не будем. А спрячем просто героя. Так. 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 Купим-то ганаши. А он, кстати, добежит. Наверное. Ну, почти, как и все, что делает таганаш. Так. Что у нас здесь? Обзор земли. Хорошо. Хорошо-то хорошо, да не очень хорошо. Жир прям течет. Но, понимаешь, жир не жир, а собрать это все как-то еще надо суметь. Оно все довольно-таки далеко разбросано. Аминь. Оно все. Вода. Так. Да, там понятно, у Рома привет. А блин, у меня деньги все про... И не хватает на плюс 1000 золота, капец, я что-то про это даже не подумал, и не забежать нигде. Блин, что-то я неправильно сделал. Ну ладно, хрен с ним, как говорится. Да, защитки, конечно, хотелось бы получить сейчас. Добегание. Блин, а. Теперь как фотография говорит, блин. Так. Лобета тоже, столько всякого жира. Может все лобету прокачать замедление, которое наверняка будет здесь, на сундуках. Ну, я думаю, у нас будет столько вив, что нам не понадобится замедление, чтобы концы брать. Так, а что мне делать? Как мне штурмовать сейчас мумий? У меня тут всякого УГ. Мумии. Единички нужны, нужна прикрышка. Ладно, разберемся. Мумий-то не так много, мы как-нибудь уж покараем. Так. Ммм. Ну, 20 мумиях и фрита-то отдать, это надо постараться. Неправильно, конечно, но ладно. Ммм. 120. Вот по големам тоже мы бы убивали 4 голема. Тоже не убиваем. Удачка же еще есть. Так это изи катка ж. Ну, как-то я не такого ждал. Вот в порядке. Так, я думаю, кого поделить и фритов, наверное, для вэлью. У нас четвертая скорость, значит, надо их вперед поставить, чтобы они ходили раньше всех с пятой скоростью, но это уже такой мелочи. Интересно. Да, нормально сделал вообще. Изи просто, без потерь. Самое-то главное, что в нашем деле. Оперативность. Оперативность. Ага, что-то нормально. Жалко демона. Блин. Зато бога сэкономил. Все правильно сделаем. Зато гнул выдержал два удара. Как у нас мугов. Так, гугов отставим. Мне вот интересно, вот этим всем зоопаркам мы какой улик сможем вообще осилить? Какой-то вообще хоть сможем? Ну а 2049, я думаю, легко. А на 5099 уже, наверное, нет. Причем не наверное, а точно нет. 2049. Ну что, берем. Так. Гог тоже брать. Слушай, я вот не уверен в необходимости того, чтобы Гог надо брать. Спасибо. Допустим их там 45, чем их убивать? Василисками, эфритами У меня вообще никого нету, ни дамажащей силы никакой Давай-ка вот мы сделаем что, вот мы разгонимся и подумаем Пока время чтоб не тратить, все равно по-моему я не выиграю если я в улик встану А так я может быть еще могу подвести собак Может бесов подвести? Где у нас сейчас герой Керек? Так, ладно, пока вот так Этого куда? Да Ну тоже наверное надо куда-то к боевым действиям его подтягивать Да Да, что-то как бы немножко косячу Васьков поделить по 3 Да, кстати Васьков поделю наверное чтобы Собак сколько подвезешь? Ну, давай посчитаем Я могу подвести 15 бесов, 5 собак Отсюда бесов, но я их не повезу Колечко конечно помогло бы Здесь у Таганаша 2 собаки 7-8 собак Блин, лизарды же остались Ёпор, если Т Вот кого-кого, а их там точно не хватает Что-то я-то загнался немножко Тогда что придется сейчас Калха загнать назад, а лизардов вытащить Лизарды очень прям У тебя выход еще есть возле нынчати псов Да, я надо сейчас я туда хочу исходить проверить В сей момент Что там за ГО? Ну в любом случае конечно мы туда не будем выходить Нам по дороге надо выходить Я в замке еще 5 посчитал Ну, смотри, в замке сейчас Я наверное если буду строить, то наверное питов только Вот питы, кстати, да Помогут То есть придется либо сейчас кого-то уволить Либо Либо Калха загнать в замок Ну, мне кстати наверное Вариант загнать Калха в замок как-то больше нравится Поделил эфритов для Вэлью Поделил эфритов, чтобы они Взаимодействовали лучше То есть по сути У двух эфритов У них все равно Во-первых, у них 90 хп потенциально То есть одного А здесь получается два раза по 90 Я где-то могу раненого отвести, где-то подвести Другого И плюс два разных эфрита Они блокируют разные стрелковые стэки Вот вся разница А Вэлью это одно Деньги на все есть Деньги будут Вот сколько денег Может быть мы и Как-то соберем что-нибудь Деньги есть вот тут И деньги есть вот тут Скорее всего я сейчас пойду Проверять вот эту концу Лобеты А здесь гунар пойдет через ульи Этот улей, этот улей Здесь хотя с собаками бой будет тоже не самый простой Потому что собаки это собаки Даже несмотря на наличие вив То есть Если эта конца окажется достаточно вменяемой То мы ее попробуем взять Сходу То есть Смотри опять же сколько вив То есть будет если их К примеру вив 6 и 6 12 вив То в принципе можно попробовать и двушку бахнуть Ох Моретти хай аннерс Гунан ваталаки Сууу Плей лайк ю Уже кстати тем временем прошло всего 4 дня А мы еще как-то даже гунарами сильно прокачали И качать тут самое удивительное что особо не на чем Вот эту кстати штучку бы забрать Я так подозреваю что у меня где-то есть еще Вторая деревня по бездорожью с выходом в ГО То есть но только где Вопрос либо здесь Либо Где-то тут что ли Ну тут сюда не пройти наверх Там другой инферно-респ Там другой инферно-респ Ну кстати наличие еще одного инферно-респа увеличивает в разы охрану вот этих Их тут наверное побольше Вглубь респа Теоретически в каких-то особо извращенных генерациях возможно такое что здесь где-то есть деревня и она без дороги Да, но скорее нет Скорее нет чем да Ну мне по крайней мере это не совсем вяжется с шаблоном Оно конечно тут на джебе может быть вообще все что угодно Не угадать Не угадать тут сложно кстати еще тут нужно ли брать вот этот сундук деревня возьмем вот так вот так вот так или вот так вот так вот так или взять допустим вот эту сначала начать с этой концы проверить ее хотя мы пойдем вот так гунару то есть если это конца кажется приятной мы можем пройти через нее и вот так потом мы передадимся сюда еще вариант есть что мы попробуем вот так взять этот улик потом передадимся и возьмем вот этот ну во-первых големов тоже немало но это мы поборем их не проблема или взять вот этот но потом сыграть когда гунар будет простаивать сыграть назад тоже непонятно как лучше вообще непонятно или сначала взять вот эти два улика встать сюда потом передать туда и обратно и уже пробить ну хотя бы лиф уже будет 12 там 15 там не знаю сколько там не кидает вот этих попробовать убить и это тупой тоже вроде как бы улик рядом хороший улик и ну проходить мимо тоже не хочется то есть потом как его добирать опять достроить цепочку тоже не вариант вот этих вообще жесть 2049 грейжиных не покурили там ничего еще как-то надо лобе тупо до земли под экспертные дотянуть не знаю как это будет происходить вообще не знаю я же не могу сейчас хавать начать на опыт сундуки мне сейчас нужны питы а Ну, оппонент, кстати, тоже таймер так-то тратит. Не самым рациональным образом, как и я. Вот даже не знаю, как лучше поступить. Либо Калха загнать домой, либо уволить вот этого Терека. Просто Калхни, я думаю, Калхом сюда будет полезть или вот сюда, на этих. Ну, то же самое, как для Некро. Ну, понимаешь, для Некро там немножко другие приоритеты. То есть, там нычки скелетов, они очень сильно усиливают стэк. Нычки импов мне вообще практически ничего не делают. А нычки скелетов я усиленно усиливаю. Так, Брон, поехали первым делом. С тебя начнем. Деньги. Так, у обед-то, значит. Тут у нас без вариантов, кроме как сейчас собирать все эти хорошие сутки. Деньги. Так, у нас получается, ну да, успеем, хватит нам питов купить, получается здесь полторашка. Ой, собаку Фионе оставлю, скорость нужна. О, еще два ГО нашлось. Так, теперь возникает вопрос разумный. Увольнять ли мне Терека? Или Калха домой вернуть? Все-таки, наверное, Калха я домой возвращать не буду, потому что он все-таки как-то более интересно смотрится, чем вот этот вот герой. Терека, скорее всего, уволим. Остались мувы, еще можно было взять эти джемы. Так, вот. И немножечко без, хотя не будет тратить. Вдруг сейчас 2500 понадобится еще героя купить где-нибудь. или разбить там Гунара. Вдруг что-нибудь мне в голову стукнет. Уддно, сколько процентов это я не думаю. Играет джемы! Играет музыка... Играет музыка... Играет музыка... Да, все, конечно, хотел сделать как лучше, а получилось Какого мы не будем брать, мы нарабесов и не будем брать Как-то так, наверное Вот это уже боеспособное войско Зомби сразу Отъехали Гнули Так, может кого-нибудь проклясть Ох, как удачка Камень сработал Пока отбежим ящиками Может выстрелить получится Или ударить в инкопаж Надо наваливаться на этих Так, 49 159 надо навести Так, здесь надо навести 48, вот этого нет Нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не помню, по-моему, хуже компа подрались ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотрите продолжение в следующей части. Набрать тоже не надо. Как-то так, наверное. Ну, улик хорошо лег, достаточно нормально, адекватный улик попался. Здесь, конечно, их не так мало. Но у нас нет другого выхода, кроме как их убить. Ну да, их, конечно же, много. Ну да. Зачем я прячу василистов, мне не очень понятно сейчас. Ну, я от двойного удара страхуюсь. Конечно-то все заводились. Оно понятно, сейчас начнется жесткое хорио. Магии нет. КОНЕЦ Ух ты! Где-то созрали Ух ты! Ух ты! Ух ты! Блин, надо переключиться бесконечно. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ох, как хорошо. Блин, где вы живут все живут, а ладно. Да, эфрита жалко. Сохранится возможно будет. Здесь наверное придется ползти вместе с Гогами. Пока не уверен. Или не лезть, ну отжорчит совсем нету. Эфритов уже порезали. Гоги, Гоги, Гоги. Даннера возьмем. Выхода нету. Лучше их чуть-чуть пустят грызут, чем эфриты там сожрут. Но эфрита сожрут, я так понял. Первым же делом. Шикарно. Есть вариант конечно Гогов прикрыть всеми. То есть собак вот так, Гогов вот так, питов и бесов. Ну я думаю что это не выгодно будет. Я думаю выгоднее будет наваливаться все-таки. Блин, неправильно сделал. А здесь можем кстати вот так попробовать скитрить. Ну в принципе неплохо. Музыка. Можно этих срезать. У них будет 143. В принципе вивой могу убить. Ага, убил. Как можно было сюда питом заскочить. Вот это да. Как он специально скитрил, убился, обвил уж тут место освободить. Ребят, ну это серьезно. Вы вообще так умеете. Давай еще собаку съешь. Где-то пошлось. В принципе нормально. Мало ли чтоб не вылетело, надо сохраниться. Так, следующим ходом я хочу сбегать туда. Вот к тому улью, наверное. 12 вив. И Гоги все-таки дают мне какие-то надежды. Что я смогу туда и обратно сгонять за ним. Так, ладно. А здесь встанем около коней. Так. 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 Г Gobina. Или начнем... Я думаю начнем все-таки с грифонов. И потом с големов, забрав дополнительный лук от фионы. так ладно и нам точно не помешают ну пока так все я думаю если не считать того что у нас таймер просто в говне то нормально так что-то я совсем увлекся да получается я хуже компа подрался сколько коней охраняют улик ближайшие 10-19 но учитывая то что здесь артефакт и скорее всего этот артефакт квестовый возможно квестовый то скорее всего их под 19 поэтому мне нужно взять еще один улей ну и соответственно дальше уже взять вот этот улик и дальше уже с концом разбираться я думаю мы нормально здесь должны разобраться тем временем мы гунару докачаем землю слово у нас уже изучено что радует меня если честно я пока совсем не понимаю как мы в этот ход сможем армию назад вернуть но да ладно вот а а Так, что мы можем еще прибыль, где получить? По войскам, здесь мы сейчас золото доберем, но тут есть вероятность, что придется, наверное, гунарам тогда не бить коней, а пробежать сразу в конце, у нас сейчас еще мана пополнится и на одно замедление будет хватать, если мы здесь докачаем экспертное, то в конце мы с одним замедлением влезем, хотя мы можем не докачать, можем тактику, 50% что мы докачаем Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то колечко бы хотелось прихватить, тоже оно очень полезное будет Ну, пока тут не до колечка, конечно, тут темп Темп, темп, темп Ну, нам, по сути, осталось не так много сделать, то есть мы на шестой день доберем вот эту, на седьмой день мы доберем, ну, допустим, в худшем случае улик консу На первый день еще консу улик И побежим уже гунарам на пополнение маны куда-нибудь сюда Возможно, придется гунарам еще и консу убрать Возможно, придется, исполняя маны, как-то бежать им вот так Ну, наверное, ближе все-таки вот так будет, через многобанк и потом на ГО Пока не знаю, но... Против ГО, эта тактика получше будет Тактика вообще, вот, против Чародеев-то, конечно, всегда полезна То есть мы выставились на тактике Сделали замедление общее И уточками-ангелами навалились Вот весь план По идее, бой там должен закончиться Нам, правда, экспертная тактика нужна по зарез И бой там закончится в 1-2 раунда Ну, 3, ну, не суть важна Просто в 1-м раунде, я думаю, что после навала Их ударный потенциал очень сильно ослабнет Поэтому Тем более у нас еще здесь 4 ангела на минуточку И здесь еще может быть сколько-то То есть у нас нормальное еще количество по ангелам будет Сейчас, кстати, если здесь конца окажется большой То есть вариант вообще вот так вот развернуться И пойти через вот так Ну, пока не знаю У нас... Вот бы колодец бы где-нибудь найти Было бы вообще круто Я что-то помню Ну... Или я глючу Что где-то вроде был Нет, нету, кажется Ну, это тоже все Глубоко все туда вниз Кстати, можно Теоретически, если здесь Вот эти улики нормальные будут И можно и утопаю У топу бахнуть Надо ли нам оно? Не знаю Но бахнуть можно У вчеродеев штраф в ближнем бою Нет, у них нет штрафа в ближнем бою К сожалению Представил картину, что кидаешь масло в ответ Масхаса Получаешь Такая картина на самом деле Очень даже частое явление И... Но это нам суть и не поменяет Потому что Нам главное будет пережить первый ход И чтобы... Ну, дальше с ним не зарубаться Будем в рукопашку Конечно, есть еще неприятный вариант Что мы кидаем масло Врубаемся Они кидают Масхаст И идут на противоположную сторону Бить стрелков И вот это будет жесть Масхаст Бить стрелков Субтитры Девушки отдыхают Субтитры Главное, чтобы потом их догнать Да, главное потом их догнать Но у нас потом еще будет ответное замедление Если ускорение все-таки последует Но попинают неприятно По идее у нас будет столько ангелов И столько виверн Что там после первого раунда Не так много останется Но их там, да, их там 100 штук будет Ну, пока не знаю Все зависит конкретно от того Ну, с каким мы подойдем Результатом к бою Тут еще, кстати, непонятно На лаве они стоят или на песке Они как-то на границе встали По идее не сильно принципиально Вивы у нас и так долетают С тактики с экспертной Поэтому не сильно я тут переживаю за это Так, ладно, поехали Пока у него по замкам тоже не сильно изменения Деньги-деньги Деньги-деньги Что, свиток Гресса? Конца Двушка с грейджным стэком Идеально нам подойдет Прям идеально Так Так Мальком Ну, да Назад, наверное, я не дотащу все Это даже при При моем огромнейшем желании Что-то за бредовый маневр Да, не дотащим мы Ни при каком раскладе Не вытащим назад, к сожалению Поэтому придется сейчас цепь какую-то строить Дальше Так Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Тут правда их тоже дохренища может быть, этих грифонов Я тут могу больше просто слить, чем питов выиграть в итоге Ну, у нас вивы быстрее, поэтому, в принципе А так, да, тут можно и так обетоваться Чудись пробить не легче Понимаешь, чудись пробить, а куда я потом пойду? Туда? В пески? Мне зачем это надо? Или начать с вот этого, с улья А потом вернуться с вивами к питам Да, так и сделаем, мегатор Все равно мы уже отсюда не вытащим ничего Ладно, с улья так с улья Изи-экспо В принципе, ожидаемая их дохрена какая у вас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно, вот этот ход обязательно надо сделать было В принципе, наверное, нет То есть они не достают суда-сюда Но желательно Интересно, у меня это тетивато одето или нет? Хороший такой вопрос Ах ты блин, сволочь Что делает Делает Продолжение следует... 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 да конечно же это просто писец это даже не писец это пассив да что ты будешь делать то почему всегда не в тех и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жесть, 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 жесть Просто жесть, просто слив Катки Не побоюсь этого слова Блин, что-то я даже не подумал Но тяжко же реально в максималке будет Ладно, продолжаем Не готов я сдаваться В данной редакции Даже несмотря на такой печальный Печальный поворот Все равно будем играть в эту игру Да Просто капец Да, пасис был в Улье Но что делать Да Ну что-то как-то я прям реально недооценил Нет, стрекозаостан сколько есть А что до дьявола? Ты думаешь, мне чем-то есть возможность взять нычку, что ли? Ну это смешно Нет, еще надо героя выкупить Ну а что, что делать? Мы будем на первый день добирать их Это Тули А дальше уже с 12-ю вивами Пытаться как-то раскрутиться Тут нечего больше делать Просто жесть, просто жесть Я не знаю, Степ, вот честно Я вот сейчас так понимаю ситуацию Просто кереню сделал И И сейчас вот думаю А, ну предмакси Я бы затащил бы, конечно Я бы затащил бы, конечно Да уж Блин, все мясо что-то на големах залил Ну ладно Еще концы есть Да, перетемповал, конечно Да за комбачить-то вполне реально Что тут нереального Ну Забрал улей Как-то концу забрал Ну и все И дальше поехали Да уж Сейчас надо деньги Деньги собрать, чтобы это все скупить Как-то на первый день Каких-то эфритов, там питов Роза сейчас вообще с ГГИ все норм Кстати, никто не заметил Сколько я убил-то Змеек Сколько там осталось Там осталось два стека по 18 И еще там двойка, по-моему, осталось Блин, почему от монстров за деньги нельзя откупиться Это печаль, конечно Так бы спокойно сдался бы Да, что-то какая-то грязь получилась Не очень Теоретически, если туда не полез Можно было бы попробовать концу взять С маслом и вивами Три-четыре Нет, у вас так 18 Получается 36, 38 Осталось 38 осталось Играет музыка Витя едет, спонсор найден. А кто спонсирует Витю? Мне интересно, кто решил в это предприятие выгоднейшее, вложить деньги, инвестировать. Проходить в Питере будет чемпионат СНГ по героям на майские праздники. Блин. Так жалко катку эту. Но ничего, у нас еще есть рефьюга на следующей неделе. Которая нам игру перевернет. Витя спросил, а сам Макс-то что, поедет или нет? Как на твою игру в героя влияет содержание алкоголя в крови? Если честно, пьяным героем я никогда не играл. Поэтому не могу ничего прокомментировать. Но, я думаю, вряд ли он на кого-то положительным образом повлияет. Сам не поедет, денег нет, но проспонсирует ВИГУ. Понятно все. Да, что-то прям вот так жалко. Тихо вив. По сути, блин, ну подожди ты прирост-то еще, да, два дня. Но нет же, мы же не можем так. Нам же надо все через одно место. Чтоб было. Да. Ну, оппонента, кстати, тоже замки он лишние не покрасил. Потому что уже какие-то блоки. Да, Рэдди-то понятно. Рэдди уже... А кто Рэдди, кстати, спонсирует? Или он сам кредит взял? Ну, теперь... Теперь с вами в пентхаусе будет жить ВИГУ. Блин, если у него сейчас есть такая вот штучка, он поймет, в чем, что случилось. Мне сейчас с Гунаром надо взять сундук и качнуть землю прям. Прям вот, ну, край. А потом будем, значит, ману пополнять и на концу нацеливаться по-другому никак. Про Рэдди ХЗ только подозрения. Такие подозрения. Он там уже ищет себе этого соседа по номеру на форуме. Так что Рэдди это... Такой Рэдди. Подозрения насчет спонсора? Или... Рэдди готов отработать прямо на СНГ поездку? Или он кого-то думает, что он с приза отобьется? Это в стиле стингера не сдавать взнос в надежде, что с приза всяко будет профит. Так, окей. А тем не менее, у нас... Тем временем у нас здесь... У нас здесь еще кусок жира открылся. Ну да, так как, в принципе, и планировалось. Здесь еще одна будет дорога в ГО. Так оно и планировалось. Пойдем пипов забирать. Так, сейчас надо как-то грамотно расставиться еще. Нам обязательно нужно еще героя вернуть. КАЛХА. Ну как, а здесь какая конца? А здесь маленькая конца. так. Значит, мы с нее начнем. Наш камбэк. В большие герои. Да, земля не зашла. У него там что-то не шибко. А хотя как не шибко? Что я там ждал увидеть? Значит, так, теперь надо грамотно расставиться. КАЛХА. КАЛХА. так, как тут обойти? Тут нет обхода, блин. Что, Минотавров что-ли мне пробивать? Так, вставать. Ладно. У нас ход был короткий. Зато таймера намошнили. кстати, мы можем здесь потом пройти по дороге, да? Ну да, правильно. Скелет еще нам не помеха. Так, встанем на всякий пожарный. Так, здесь строить ничего не буду, нечего просто строить все отстроено. Соберем эту хрень. Так, феона на всякий болит, копейщик. Ну, купить герой во внешке это прохладная тема, потому что денег нет. разгон для нубасов. Разгон кого? Простите. Тут варианты, короче, такие. То есть, либо мы сейчас у нас все срастается, да? Мы берем минималку и идем к двушке. Но у нас проблема в том, что у нас все шесть маны. И это действительно проблема, поскольку здесь, наверное, мы обойдемся без масла, а здесь придется масло потратить. И вот только так я могу, наверное, рассчитывать на какой-то полноценный камбэк. во сколько прилетаете? Смотри, у нас вылет 27-го из Новосибирска в 19.15, прилет в 21.45, если я ничего не путаю, по Питеру. сейчас я точно уточню. Так. 21.45 по Питеру мы пролетаем. Кто нас встречать, кстати, будет? Какие сладыши! Нифига не срастется. Ну, блин, не срастется, не срастется. Сдаться я всегда успею, ребят. Мне, конечно, этого бы не хотелось очень, но по сути нам что нужно это доковырять последний улик хоть каким-то каким-то образом. Не знаю, каким, но каким-то образом его надо доковырять и тогда начнется. лёг на машине прекрасно. Встречать. Да встречать, конечно, ты в институте будешь сверхурочных. Поэтому, конечно, ты про такие вещи даже не это. Не знаю, как у вас в Питере, а у нас в Сибири мы всех встречаем у поезда, у самолёта и всегда развозим и отвозим назад. Поэтому, ну, тут вопрос уже привычки. Ну да, он сначала закончит магистатуру, потом поступит в аспирантуру и так далее, и так далее. Привет героев прикольно, столько в них играл всё время. Тебе тоже привет. Тебя может быть удивить, но в герои до сих пор кто-то играет и даже какие-то турниры проводят по ним. Поэтому тоже имеет право на жизнь игра. Не всё же картонки шлёпать. Кстати, надо будет скоро сейвиться, потому что скоро начинается турнир по ХС у Творыны. Надо будет там помочь с организацией. у меня радует то, что у оппонента ангелов нет. Вот это меня прям сильно радует, то, что он же не начал концы собирать. Может, их там нет в принципе. А Творына забил на героев? Нет, почему? У него он турниры иногда играет. У него два турнира осталось, где он ещё участвует. Полноценный. Он в любимочках, по-моему, играет. И где-то ещё, я не помню. В этом же турнире где я сейчас играю. И ещё в каком-то. ты обязан на СНГ тащить турнир по ХС. Ну, блин. Если турнир по ХСу будет, я... А, Ром, а ты в курсе, что 27 числа выходит новое дополнение, и как мы будем турниры проводить? В каком формате, на каких картах? Красный картончик. Всё, я уберу. Из картона кубок сделал. Вообще молодец. Да, конечно, мне подпортил этот слив расклад, но по идее, у нас здесь три ангела получается, и здесь четыре. В итоге получается семь ангелов. Семь ангелов тоже нормальная такая сила. Воюем ещё, короче. ты учти, что некоторые карты нерфанут, и поэтому старые колоды тоже могут потерять актуальность. Некоторые, но решим на месте, как скажешь, так и решим. и нерфанут, и нерфанут. Надо было бы героя отправить Сюда чекнуть Может быть что-то здесь полезное бы нашлось Нам помогло бы Для взятия Ох, ой Ох, ой Давно в героев не играл Я тоже если честно Давно очень не играл Не помню куда там Последний раз Да, комьюнити растет У нас турниры проводятся Там в турнирах Даже бывает что под 100 человек участвуют Ух ты Неделя архидьявола Так Шикарно золотом разжились Ну поехали Героя купить еще Не, наверное, героя не надо Гогов, наверное, возьмем тоже Или купить А что бы не купить Ну что еще деньги тратить будут Ну мне бы по-хорошему Потом где-то Гунара разбить Но это точно будет не в этот ход Поэтому в принципе можно героя, наверное, не купить Так, ладно, поехали Быстренько все доберем Ладно, не буду Туда-сюда маневры делать Чтоб собак там выкупить Собак же, е-просто Думаю, куда я денег-то забыл потратить Ладно Добиваем Кстати, никто не помнит Из каких стэков остались Наши реальные Ну там в принципе без разницы Они все равно долетят Со всей С любого места Так И здесь сюда Поставим сюда 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 Фритов в последний Не знаю Во второй, наверное Ладно, здесь я не буду с автобоем спорить Себе дороже Так Так Сюда 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 Я думаю, что на что бы сейчас время потратить А есть же ответ Так Сколько у нас Мой волк Волк у нас немного Может быть, может быть, проще даже будет бесов взять Да, тут немножко мы не добежим по мувам Да Зря Наверное, на бесов Разэтывался Или тут может обнаглеть и Пробить минотавров Но уже поздно Двойной клик сработал Блин, еще надо было эту взять Как она Параметры-то Наплевать Я думаю, хватит ли мне 12 свиев Они же, по идее, с одного удара будут вырубать стэк Гогов просто, потому что не брать Как-то, наверное, вот Две собаки мне нужны будут, чтобы потом оставить Так, 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 так Так, что-то я не знаю, как лучше сделать Ну, тут тоже, по идее, наверное, хоть как Да, нормально Более чем устраивает Можно было, кстати, взять и здесь Ложком поэтовать А у меня что? Мне даже замедления-то нету Куда я собрался-то? Какая нафиг тогда разница Есть у меня маны, нет у меня маны Тут вопрос есть в том Стоит ли мне сюда идти за этой штукой Плюс один Я думаю, что да Надо разогнаться только Неужели придется пфеечку удалить? Вот весь Незадача я могу и не успеть разбиться После взятия этой штуки Так, а если это пересчитать, могу? Да, тут за глаза хватить должно Если я вот что-то хоть разбираюсь в этой игре Так, какой герой у нас сейчас лишний Этот точно нет Фиона Разведка тоже пригодится Уволить надо Так Так, что тут еще написали? Давай-ка посмотрим Оба верхних Да, не важно Охрана с новой недели Она появляется в Жилищах То есть, если там не добил К примеру Три дьявола было Двух убил Один на одном слился Тогда с новой недели Они восстановятся В уликах не восстанавливаются То есть, они такая В уликах как есть, так и есть Ты в какие-то неофициальные аддоны играешь? Ну, играю иногда в Хоту В Horn of the Abyss В комьюнити Хоты активно продвигают И герощиков Поэтому иногда бывает и играю Кстати, я что-то так натупил Можно же было как-то Рынок поставить Рынок поставить И вот здесь купить Повышалку Вот здесь Да, это я, конечно, лоханулся Я не спорю Зря, наверное, героя Тогда покупал, получается Да, получается зря Но сейчас нам задача С минимальными приемлемыми Взять вот эту концу И Пополнить здесь ману Дальше как-то Ну, может быть, на големах Может быть, даже на джинах Не знаю Здесь вот на габанке На сундуках Докачать Взять концу С маслом Вот эту максималку То есть Три ангела А тем временем Кстати, надо еще будет Поставить цепь Чтобы вот это все собрать Три ангела И 12 ив Я думаю, здесь осилят Здесь, я думаю, даже мне не хватит Скилла, чтобы здесь залиться То есть Вот это мы все соберем И потом возьмем К концу Вот эту И я надеюсь Если здесь нас Суликами не кинут Шибко То мы все еще будем На нормальных Какие-нибудь еще Геройские комьюнити Есть в России В мире В России Изначально было Еще Несколько Геройских сайтов Ну, не в России Ру-комьюнити Был Геройский портал Heroes Portal Но он сейчас До сих пор есть Это киевский ресурс Украинский Там Ну, там Турниры сейчас Особо не проводятся Только оффлайн-турниры По сингловым картам А по онлайн-турниру Там уже все завестно И был Heroes.by Белорусский ресурс Но этот сайт Сейчас умер То есть Сам сайт умер Поэтому А все комьюнити Перекочевало На херозгут Соответственно Сейчас все комьюнити Там Комьюнити Мировые Но тут есть, конечно Есть сайт WCL Польские ресурсы Там тоже есть Какие-то комьюнити Европейские Есть китайская Сильная комьюнити Ну Как-то Были соревнования Между ними Какие-то Какие-то турниры Отдельные Но не более того Потому что Ну Потому что Как-то Все это Не задалось А так Да Ну Многие Представители Иностранных Комьюнити Играют На хв То есть Представители Польши Дании Марэти Еще Каких-то Там С Болгарией У нас Играют С Венгрией Люди Ну Китай С Китая Играет Человек Так что Спонсоров Нету Ну конечно Нету Спонсоров Смысл В этом Во всем Без Спонсоров Героями Денег Не заработаешь А продолжительность Игровой Партии Судя по Вот нашей Достаточно Велика Можно Кстати Здесь Вскрыть Тюрьму Может быть Здесь Какой-то Интересный Персонаж Будет Сидеть Я Конечно В это Уже Практически Не верю А так Герои Вроде Апнут Понимаешь Почему Героям Мешает Апнуться Все это Дело Это Большая Продолжительность Партии Тот же Турнир По Хардстоуну Можно Сыграть За день То есть Спокойно Это все Интересно Зрителю Интересно Сыграли Разбежались Все нормально Также По другим Кибиспортивным Дисциплинам Продолжительность Игровой Партии Занимает Мало Времени Даже В той же Дотке Как бы Там Хотя Бывают Затяжные Катки Наверняка Но По сравнению С героями Там Как бы Намного Все Быстрее Ну Кстати Вот Интересно Артефакт Здесь Артефакт Здесь Лежит Два Артефакта Где же Третий Может Будь Он Тоже Где То У Нас Кстати Вот Эту Тоже Стуку Прихватить Обязательно Надо Будет Вместе После Толки Забирать Буду Вот Это Все Она Очень Тоже Понадобится Герои Я думаю Два Три Часа Не Больше Ты Серьезно Так Думаешь Потому Что Герои На Эксель Шаблонах Могут И 10 И 12 И 15 Часов Играться Партия Понятное Дело Что Ни Для Какой Онлайн Ни Для Каких Кибер Спортивных Соревнований Такое Время Явно Не Годится То Что Пора Вести Полноценный Турнир Это Надо Несколько Дней Вот Как Чемпионат СНГ Будет Проводиться Это Несколько Дней Надо Будет Тупо На Героя Потрать Это Что То Вроде Турнира Сюда Ссылку Как Найти Или Что То Там Выше Если Пролистаешь Там Вроде Была Ссылка На Сайт Heroesworld Турнир Турнир Ну Если Разберетесь Дабл Эллиминейшн Фикс карты Они Непопулярны Хотя На самом деле Я считаю Что Незаслуженно Непопулярны Фикс карты Просто Может быть Народ Не Прочувствовал Вкус Фикс карты Так Мне Надо Получается Чтобы Докачать Землю Надо Получается Раз Два В худшем Случае Мне Надо Десять Щепота Для Экспертной Земли Это Худший Самый Расклад Поэтому Мы Ее То есть Если Мы Сейчас На Будет Нужна Но Потом Придется До Десяти Тысяч Добивать Вот Здесь На Сутуках На Нагобанках Чтобы Вот Здесь Мы По-любому Должны С С Масловым Это Полное Загрузка Фикс карты Ну Не Скажи На Сам Дель Ну Конечно Да Фикс карта Что Если Чтобы Ее Играть На Конкурентном Уровне Надо Какое-то Время Посвятить Анализу Этой Самой Карты Зачастую У нас Достаточно Ленивая Комьюнити Им Важнее Вот Сел Создал Что Тебе Создало Ты Там Ходишь Играешь Ну Вот Как-то Так Чтобы Фикс Карты Действительно Сильно На Так Надо Уже Заканчивать Через Пять Минут У нас Будет Турнир Творы Но Я Пока Еще Думаю Можно Пару Ходов Сделать Он По Городам Не Усилился Это Тоже Радует У нас 30 Бесов То Мы При Случа Деревень Можем Под 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 Добрать Ну Деревенька Нам Не Так Нужна Сейчас Нам Вот Она Нужна Больше Будет Из-за Рынка Чтобы Там Рынок Было Можно Построить По-хорошему Сейчас Кстати А вот Эту Мы Будем Брать Пандору За Гусями Вопрос Очень Интересный На самом Деле Я Думаю Что Наверное Нет На нее Времени Просто На эту Пандору То есть Если Здесь Конечно Какой-то Нарисуется Адекватный Герой Допустим С землей То В принципе Мы им Соло Можем Взять Пандору Нам По идее Уже Я Уже И так Не Потерял На этом Видишь В чем Проблема Что У них Скорость Они Мога Долетают Если Только Замедление Замедлить Переход Будет За Нами Ну Мне Конечно Важнее Без Без Этой Пандоры Я Смогу Успокоить Может Быть Там Даже Магия Будет Поэтому Терять День Чтобы Посмотрим То есть Пока Не могу Сказать То есть Что Нам Нужно Для Этого Нам Нужно Подождать Сначала День Здесь Для Пополнения Маны То есть У нас По плану 1 2 2 У нас План Взять К концу И Разбиться Об Гоблинов Гунар Пополняет Ману Дальше Мы Лобетой Достаем Ну Достаем Или Не достаем Не суть Важно До Тюрьмы Здесь У нас Второй Герой Фиона Подводится Сюда Соответственно Готовая После Взятия Тащить Все Вот Это Наверх После Того Как Мы Берем Мина Тауров Это Все Мы Зафармим Это Все Мы Заберем И Вот Здесь Где-то Мы Ход Закончим Соответственно Все Следующим Ходом На Треть Это Будет У нас Уже Один Один Два Три Когда Мы Будем Это Все Чистить Гунар В Это Время Побежит Сюда Добежит До Сюда Соответственно Один Это Будет Один Два Три Потом Мы Возьмем Нагабанк Докачаем Тут Что Не Докачалось Я Надеюсь Земля Все Докачается Возьмем Максиконсу И Пробиваем Гунар Если У нас Получается Землю Докачать Сейчас На конце Я Может Быть Даже Рассмотрел Бо Вариант Пробежать Вот Здесь Заночевать На Третий День И На Четвертый Пробить Все Вот Это Добро И Пробить Гунар Ну Конечно По темпу Просели Но Это Не Более Чем Один День Отставания Добыл Эллиминейшн Это не Игра Это Система Проведения Так Пока Нет У него Усиления Ну И Ладно Собачек Мы Надеюсь Все Таки Сломаем Здесь Следующим Ходом Родная Вторичка Че же Грех Жаловаться Конечно Так Гунар У нас Обязан Посетить Школу Маги На Ману По мувам Прям Почти Все Почти Все Красиво Получается Даже Притык Теперь Мы Кого Будем Брать В концу Кого Будем Брать В концу Ангел Вивы Обязательно 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 Гогов Если честно Мне не хочется Брать На Аджор Как-то Блэс Может быть Взять Конечно Так Это Нам Тоже Бесполезно Так Тоже Обязательно И Наверное Придется Взять Бесов А может Не придется Все таки Важнее Наверное Единичек Собак Как-то Сплетануть Значит Сюда 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 Это Идет Вторую Ангел Идет Наверное В нижний Самый Стэк Чтобы Сразу Врезаться В Грейженый Стэк Непростой Бой Будет Непростой Сразу Говорю Наверное Надо Все таки Еще Взять Этих Гогов Какой-то Аджорчик Все таки Нам нужен Но Может быть Даже И не нужен Не знаю Может Чем-то Питов И взять Но Питы Тоже Попинаются Ладно Не суть Тут Критично Так 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 Ладно Я сейчас В нижней Сетке К сожалению Но То есть Эта игра Может быть Последняя Поэтому Компьютер Справился Причем Адекватными Потерями Мы же Можем Лучше Чем Компьютер Первая Фраза Обычно Людей Перед Сливом Я же Могу Лучше Компьютера Лучше Фраза Половая Справился Телем Пола Прижалил П 온 Могу Фраза App Сам Могу С그렇 Б Грифоны, кстати, очень сильно жарят 500 хп они, конечно, не нажарят Блин Мораль ему прокнула И нету второго замедления, обидно Обидно Эти нанесли виверный По идее, они мне не должны убить Ифрида Поэтому мы можем как-то вот так хитро сыграть На подстановочку Да, конечно Кто-то сомневался Ну, естественно Ну, я так понимаю, Фриты здесь уже не в счет Мы уже тут не в Афритов играем Серьезно Вот такие вот перестроения сейчас идут папские Да, сейчас демону достанется, но А нет, не достанется Так, и так поехали Наверное, пока пропустим Отъехали Шикарно Фриты грязь Слив номер два Да не, ребят, ну Я, конечно, ну бас Но не до такой степени Чтобы здесь вот слив устраивать В грифотне Ах ты Ах ты же Ну давай, может демонов Отлично Так Ой, да все докачали Отлично Так Так Так, здесь нам ничего нужного нету Из маны там Ничего Все Гунар отправляется на разбивку Так Лабет отправляется Сюда Так Грейженые змейки Кстати Интересная тема Надо будет их обязательно выкупить Но Сейчас мне надо выкупить не змеек А кое-что другое Сейчас надо Главное по местам расставиться Значит, здесь бюро из тюрьмы Пойдет Как-то так До куда дойдет Ой, блин, бежал овца Здесь Доберем В теории Мы, наверное, можем уже Как-то под вывод назад Планировать Ну, через внешнюю таверну Если только сыграть На мой взгляд Не худший вариант То есть, соответственно Здесь туда мы встанем Вот как-нибудь сюда А этим пока Пойдем что-нибудь пособираем Пока время есть Здесь как-нибудь вот так Вот эту заберем Потом, следующим ходом И через внешнюю таверну Выведем все назад Все войска Пока мне Ну А, Гунара мы выкупаем Отлично Но Вопрос в том Что мне сейчас строить Рынок строить Или не строить Это вопрос Хороший На самом деле Так Две минуты Это уже вопрос Нехороший Поэтому Вроде и бесов Хочется загрейдить А вроде и не хочется Поэтому Рынок нужен Не нужен 500 монет Выменивать Потом Давай построим Немножечко назад Поменяем Все Выполняем Здесь Все хорошо Здесь можно Купить змейку Для ускорения 240 Она стоит В грифотне Да-да-да Так Прям И опыта Тютелька В тютельку Прям Подхватило Прям Перфект Теперь у нас Вопрос Другого Плана Как мы Будем Действовать Мы можем Пройти Вот Через Вот эту Вот эту Сюда Это первый Путь Второй Путь Мы можем Пройти Сюда К концу Нам по-любому Брать Тут От этого Нам никуда Не деться Сейчас первым Делом Она будет Взять Вот этот Вот замок Ну Не возьмем Не возьмем Фиг с ним Блин Что-то Надо уже Сейвиться Да Это точно Големов Прям Так Контролить Хотели Прям Вообще Смешно Где у нас Творына 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В принципе неважно первую неделю против Компа ты играешь или нет И играешь ты до пробития ГО То есть вот такую себе задачу ставишь Играешь до пробития ГО Ну то есть может быть даже как с рестартами ты играешь То есть ну как ты расклад заиграл, ты играешь до пробития ГО Пробил ГО, все игра закончилась, ты смотришь как ты сыграл Хорошо сыграл, плохо сыграл, нормально сыграл Если ты вышел на 1-2-1, 1-2-2, значит ты сыграл нормально Если ты сыграл, если ты вышел допустим на 1-3-1, то ты сыграл плохо Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть, ну, там постоянно действие зависит не только от тебя, а еще и от оппонента То есть на джебе на первой неделе действие зависит только от тебя То есть, вот как вот ты играл, что я вот сейчас плохо сыграл, я слился Соответственно, как бы можно было сыграть, естественно, намного лучше Ну, то есть до пробития ГО ты можешь делать выводы После пробития ГО уже играть против компа бессмысленно Потому что, ну, уже никакой информации это не принесет На ММ6А можно играть до первой концы, до первой утопы, например И опять же, то есть даже взяв первую утопу, все равно это не показатель Потому что на 8ММ6А победа идет не за счет того, что ты там что-то быстро саб взял А именно за счет стратегического понимания шаблона То есть это немножко разные вещи То есть можно отъесть кучу ангелов и в итоге все равно проиграть Из-за того, что ты не будешь знать, что делать там на второй, на третьей неделе Нет, ну, серьезно я сыграл плохо Ну, а что тут говорить? Я никогда не стесняюсь этого признать, что я где-то сыграл плохо Да, я, ну, немножко переоценил немножко себя Сдур, залез и слился в улье По сути, уже вот это, если бы я тогда не слился Я бы уже это все собрал И уже, наверное, бы вот здесь вот стоял То есть, по сути, я потерял Ну, день темпа точно, может быть и два Не могу сейчас ничего сказать по этому поводу Тут вопрос-то Тут-то не крепишь Да смысл, интересно ведь найти опа по уровню, чтобы был интерес Оно, конечно, все правильно Но игра с оппонентом все равно займет больше времени, чем с компом То есть, оттренировать некоторые определенные навыки Все равно, конечно, надо в сингле Хотя бы, вот, допустим, научиться на джебусе выходить на второй неделе С любого расклада Ну, то есть, есть, конечно, расклады неподъемные Но в большинстве случаев выход на второй неделе То есть, пусть даже не на 1.2.1, а до 2.1.5 Ну, практически такого вот Со среднего расклада в их выходится Поэтому, то есть, если ты достигнешь этого результата В 9 играх из 10 Тогда можно смело уже То есть, нет, опять же, тут вопрос интереса самой игры То есть, если тебе интересно, к примеру, играть по-нубски, но против реального оппонента Это одно А если тебе интересно именно отточить свое мастерство И именно цель, чтобы выйти на серьезный уровень То, конечно, определенные, так скажем, стандарты Нужно отточить заранее Например, что относится к стандартам Взятие объектов фиксированной армии на ранних сроках Например, нет секрета, что можно взять Что склеп на первый день Можно взять за любой замок То есть, армия первого дня примерно за любой замок ясна Склеп максимальный состав тоже ясен Не меняется Поэтому То есть, можно отточить взятие склепов Взятие гномятин Посложнее уже взятие консерв То есть, конс минималок на первой неделе, но это сложно Соответственно, конс максималок на второй неделе То есть, примерно, чтобы понимать Что можно максимальную концу взять любым замком на второй неделе То есть, как это сделать То есть, вот такие вот подходы Ну, это нужно знать заранее То есть, таким можно Можно создать карту, которая там состоит из конс И герой с армией стоит То есть, проверяешь, чем ты можешь ее взять То есть, ставится карта такая Полигон тренировочный То есть, ты ставишь туда всякие разные объекты Ставишь армии разные себе И идешь тренироваться Что ты можешь пробить, что ты не можешь пробить То есть, с этими базовыми основами Допустим, сначала разобрались Потом переходим к стратегическим основам К пониманию и чтению схем шаблона То есть, шаблон, он не просто случайная карта Которая, бах, из ниоткуда нарисовалась Он генерируется по каким-то определенным критериям И определенным правилам Соответственно То есть, на джебусе понятно Что у нас имеется в наличии Четыре боковых зоны и одна центральная Джебус это самый простой шаблон В плане именно понимания шаблона Хотя там есть в центре небольшие тонкости С дорогами, с замками и прочее Но это одна десятая из всего Вот Соответственно, изучив стратегическую составляющую Можно уже двигаться дальше Спасибо за твои комментарии Скажи, плиз В каком раскладе на джебусе Когда нормально выходить? Вероятно, я играю плохие расклады Нужен ориентир Хороший вопрос, на самом деле Юрк Ну, в плане Смотри То есть, чтобы понять Вообще Не только на джебусе Вообще на любом шаблоне Что значит хороший расклад Что значит плохой расклад Нужно сделать следующее Генерится Допустим 100 различных карт Джебусевских Открывается он С помощью кода карты На открытие карты И смотришь Что у тебя есть Из начинки Например Ага Здесь мне сдало нычку эфритов Здесь мне сдало две концы Следующую раздачу поехали Здесь мне сдало одну концу И одну нычку Дальше Ну и так далее Соответственно, можно вычислить Средний расклад Какой-то средний Средневзвешенный Исходя из этого Ты уже будешь ориентироваться Когда игра начнется Ты уже будешь знать Лучше среднего тебе сдало Или хуже среднего Исходя от этого Ты можешь взять и старт Раз Если Тебе сдало хуже среднего Если ты сдало лучше среднее Лучше среднего Ты можешь Уже Как-то пытаться Ускорить свою игру То есть Темповать Уже выходить раньше Ну и соответственно Тоже примерно Бои с такими вот монстрами Надо уже представлять Как проходят Есть калькуляторы урона Ты должен прикидывать Сколько тебе урон нанесется Ну в общем В целом По ориентированию расклада Надеюсь понятно То есть Надо знать Что есть среднее Что нет среднего Вот этот вот расплат Я считаю Выше среднего По начинке То есть 5 улев И 3 концы Это выше среднего Бывают еще выше То есть Но это уже шоколад Я вообще никогда Не играл в новичках И тогда не было Никаких вводов стримов Но было куча игр Смотри Рэди Мы с тобой Когда начинали играть Было немножко другое время Там очень медленно Шло развитие скилла То есть Надо было анализировать Сейвы Доходить до своего Ну Как-то доходить Самому до всего Сейчас уже есть Все в готовом виде Тебе не надо Сидеть И думать Ага Это мы сделаем так Это мы сделаем так Есть уже Стримы Ты можешь посмотреть Как играют люди Здесь Есть Уже Ну Так скажем Понимание Того Как действовать И если игрок адекватен Он Он разберется сам Когда Как это все Применить Как это все Распределить И что нужно ему Какие пробелы У него в знаниях И соответственно Понимая это Ты можешь Уже Корректировать Свою игру Кто знает Такое может быть Десятый Левелоп уровня Ну-ка Что там за скриншот К тому времени Уже были записи На ютубе А от кого Были записи На ютубе Прикольно Вот такая картинка Плюс одна атака Такое бывает В нескольких случаях То есть Когда Навыков Уже доступных Для изучения Нет То есть В принципе Их может быть На карте Все три разрешено Если это речь идет О рандомной карте Ну скорее всего Какой-то баг То есть Тут лучше Выложить сейв Перед взятием Перед повышением уровня И На форуме Разэтовать Попробовать сначала Перезагрузить Игру Попробовать Ну повторить То же самое действие Так Все Так Так Ребят Вынужден Закончить стрим Потому что Потому что Сейчас мы Идем С Твориной Проводить турнир Кому интересен ХС Велком На канал Творины Сейчас там будет турнир Если конечно Достаточно Количество Людей наберется Тань Привет Ну вот Ну что Что сделать Если только сейчас Как ты выиграла У Пита Надеюсь Вот ради Я потом О том и говорю Что Раньше Не было Базовых Основ Такого Плана Так Все Ладно Я вынужден Стрим Закончить Ребят Спасибо Кто Смотрел Спасибо Кому Понравилось Кому Нравится Жмите Follow Если Кому-то Очень Понравилось В описании Есть реквизиты Если есть Возможность Поддержать Поддерживаем Чем больше Поддержки Тем чаще Будут мои Соответственно Стримы О дне Следующей игры Я сказать Не могу Возможно Это будет Либо Понедельник Вторник Мы добьем Либо Это уже Будет После матьских Браздников После чемпионата СНГ Поэтому Что касается Ввода Он сохранится Я их Они на Ютуб Я его На ютуб Могу Выгрузить Мне он В хайлайтерх Не нужен У меня в хайлайтерх Там немножко Есть И плюс Они дополнительно Пишутся Ко мне На комп Я все Думал Их В группу Вконтакте Себе Выложить Поэтому Ну Вот как Вот В принципе Ты же Был топ Оффлайн Да Был топ Оффлайн Я Выигрывал Практически Все турниры Которые Можно Было Поэтому Но Уфлайн Не популярен Но Об этом Позже Все Всем Спасибо Всем Удачи Подписывайтесь И До Новых Встреч